Участок специфический. У Филиппа специфический тем, что там гигантское водохранилище по площади соизмеримое с площадью водосбора этого водотока. Поэтому там, конечно, совершенно специфический. А у Татьяны тоже специфический. У него такой водоток малюсенький, что его даже не видно. Даже на 25-ти пичечнике имеющемся сам водоток не отмечен. Ну и ладно. В водохранилище, конечно, сложнее, поэтому очень хорошо, что мы его сегодня не возьмем, но мы его сделаем, коллеги. Вообще все ваши участки мы сделаем. Присылайте. И лучше, конечно, всего, если вы уже пришлете не только просто свой участок, но это уже по следующему. Следующие шажки. Сейчас, коллеги, все, все, все сегодня делаем. Решено, делаем участок Татьяны. Он специфический. И сейчас мы там в специфику. Ну тут трудно сказать. Возможно, все участки, которые в нашей жизни будут, будут специфические. Поэтому нам, я, может быть, не удержусь, расскажу вам последовательно несколько. Если у вас сил хватит, то есть это будет там не один час. Я расскажу и большенькую реку, где видно русло с притоками, и коротенькую реку, и водочек рассмотрим, и сотокранилищем. Все рассмотрим, но не все сразу. Итак, поехали. Тут я сейчас скачиваю этот ресурс. Но до ресурсов, коллеги, у нас первый этап. Первый этап заключающийся в том, что заполняем таблицу по исходным данным. Перед тем, как перейти туда, сейчас попробуем вообще перечислить все, что нам нужно. Я буду вот сейчас просто показывать, и мы будем пальцы загибать. Ага, нам это нужно. Так, итак, нам нужны. Нам нужны карты. Все, включаю. Показать экран. Коллеги, смотрите все, что... Смотрите и пишите все, что вы там посчитаете нужным. Так, вот. У нас сегодня этот наш вебинар гидроасчета от дилетанта. Сегодня пример 9. Вот этот пример 9. Пока еще без названия. Потому что я даже название не знаю этого объекта. Для меня он совершенно незнакомый. Он получил там 10 лет назад. Вот. Но что у нас уже есть? У нас уже есть карты 25-тысячные. Одна и вторая. Они так расположены. Ну, видно по той территории, которая нас интересует. Есть автокадовский чертеж, которым это все собрано. И есть PDF-овский чертеж, который... Так, видим, это представление того, чем мы занимаемся. Оно вот в PDF-виде. Что мы здесь видим, коллеги, на PDF-е? Мы видим речку, которая называется Матай. Непонятно, куда она течет. Ну, скоро узнаем. На север, на юг или с юга на север. Ну, вот на рисунке течет сверху внизу. Справа есть, коллеги, дорога. Да, вот эта дорога. И вот здесь желтым выделен квадратик. А фиолетовым выделен, видимо, наш створ, который... Сейчас я еще увеличу. Который там, видите, есть, ну, условный знак трубы. Ну, тут он фиолетовым немножко прикрыт. А вот рядом, коллеги, видите, есть еще один знак условной трубы. Еще труба есть. Да, и вот эта труба, она в таком ложечке все-таки. Да, еще труба, еще труба. А тут потом что-то без труб пошло. Ну, видимо, тут как? Видимо, здесь вот все... Видимо, условный водораздел. Потому что здесь есть приток. Вот, видите, приток справа. И тут есть основной, это река Матай. И, видимо, здесь уже все, что слева заболочено, это пойма Матая. А все, что справа, это пойма какого-то тут притока. Вот, начинающегося на букву Д. Так, и тут у нас, не знаю почему, вот, подскажите, если есть желание. Почему только эта труба? Потому что мы видим много разных труб. Если вы делаете изыскание под реконструкцию этой автомобильной дороги, значит, вам нужно все. То есть, может быть, вы просто сказали, что, типа, для примера, сосчитай нам вот эту одну. Вот. Да? Участок дороги течет на север. Долмия. Долмия впадает. Да. Как предположение? Ну, отлично. Ну, в общем, тут нам, конечно, все, что я сейчас говорю, это нужно. Нужно для того, чтобы, когда вы беретесь в участок, все это рассмотреть, и даже гораздо больше всяких мыслей нужно, чтобы прокрутилось. Но мы все-таки постараемся быстрее продвинуться к исходным данным для расчета инженерно-гидрометно-изыскания, непосредственно к самим инженерно-гидрологическим расчетам. Не к изысканиям, к расчетам. Потому что расчеты – это маленькая часть изыскания. В изыскании мы делаем много разных частей для определения разных гидрологических параметров, а в гидрорасчетах считаем чисто расходы. И вот сегодня постараемся сосчитать расходы. Так, все, давайте тогда быстро. Я постараюсь быстро, но получится как всегда. Так, и тут, коллеги, смотрите, тут есть чем специфична вот эта пересечка, тем, что здесь водотока-то нет. И мало того, здесь даже ложочка такого выраженного нет. Но, тем не менее, не проблема, коллеги, сделаем. Я не удержусь, коллеги, и предлагаю делать сразу два объекта. Я предлагаю делать вот этот объект, который показан. И давайте сделаем еще вот этот, который более выражен, вот этот вот уже с ручьем. И створ будет и здесь же. Вот, предлагаю сделать два таких. Так, теперь мы поняли, что нам нужно. Карты нужны. Теперь мы эти карты будем вставлять в автокад. Будем вставлять в автокад. И я, давайте начнем с нуля. Давайте сделаем, значит, автокад, карты нужны. Автокад нужен. Коллеги, о том, что нам нужны там мозги, все уши, глаза, руки, компьютеры. Ну, интернет нужен для того, чтобы скачать карты. Там, работодатель нам нужен. И, в общем, все, что по умолчанию такое, самое нужное. И самое такое банальное, простое, такое, сундаментальное. Я даже не говорю. Я буду застрадать, что столько на таких простейших вещах. Так, меня эта карта не устраивает. Почему? Потому что... Так, Татьяна, если у вас есть карта помельче, то давайте ее. Потому что чем специфичны вот эти карты, госгисцентровские, свежие? Тем, что у них нет крестов и сетки. У них есть координаты. У них есть координаты углов. И если бы я был крутым гисовцем, то я бы умел вот этот 25-тысячник по углам воткнуть. Для этого мне нужно было зайти тоже на сайт, где есть сведения о географических координатах широта-долгота непосредственно каждого из этих вот растров. И, пересчитав прямоугольные координаты там через геокалькулятор, я бы мог их вставить. Потому что мне нужно, чтобы я на растре мог измерять. Чтобы я в автокаде на стальном растре мог измерять. Помните, нам надо измерить длину, нам надо измерить площадь досборная, нам надо измерить всякие характерные длины склонов. А пока этого я не могу, потому что, как я понял, у вас вставлено просто так вот гипотетически. Просто вообще в принципе вставлено. Что вот в принципе так вот они вставлены. Я так понял, что у вас вставлено без масштаба. И поэтому я, лично я использую, доброе утро, Людмила, и поэтому я использую такой странный способ вставления 25-тысячников в госгисцентрских свежих, которые без сетки, я их вставляю через 50-тысячники генштабовские. Татьяна, какой ближайший крупноселенный пункт? Да, я сейчас все постараюсь, Антон, понятно, что вы умеете это сделать, но нам-то нужно показать для тех, кто не умеет, правильно? Поэтому, конечно, вы найдите и, может быть, даже пришлите, но все-таки я попробую показать, как это делать. Коллеги, как у нас loadmap? Loadmap у нас работает? Если loadmap не работает, это плохо, и тогда попробуем сейчас что-нибудь другим способом. Так, и вот наступает час X, ожидание loadmap.net. А сейчас вы видите, это я открыл в Яндекс.Карте другой участок, который прислал Филипп по реке Азовки. Просто вот так, loadmap не работает. Поэтому, коллеги, сейчас скачаем откуда-нибудь с флайсинга. Так, и у нас номенклатура, коллеги, если кто-то спрашивает, Антон, номенклатура. Вот такая, L53, 0.32. А, нам нужно нижний, L53, 0.20. L53, 0.20. Так. И как тут искать, я не помню. Так, нам нужно по карте... Вот, L53. Так, это у нас Дальний Восток. Даже подойдет, коллеги, даже подойдет... Так, населенный пункт какой, действительно. Сначала, да, согласен, абсолютно. Давайте сначала посмотрим, как это выглядит Долми. Населенный пункт Долми. Сейчас посмотрим, как это выглядит вообще, где это. Потому что для меня этот участок вообще еще не знаком. Представим, что вообще... А, карты давайте. Поселок Долми, имени Лазо, Хабаровский край, Россия. Ага. Отлично. Долми, Долми. А, отлично. Я вот в бикини работал. Так, все ясно. Рекомотай. Так, тогда сейчас переключаемся, откуда мы переключаемся. Вот сюда мы переключаемся. И у нас может быть счастье, что мы какой-нибудь L53... Какой нам надо L53? L53 020.